Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко. Спасибо. То, что началось год назад, людям даже не верилось. А теперь, оглядываясь назад, может была какая-то цена, заплатив которую можно было или нужно было избежать этого? Сегодня, ровно год, с того момента, когда Российская Федерация начала неспровоцированную войну, полномасштабное вторжение в Украину. Здесь нужно учитывать два момента. Во-первых, причина этой войны. Причина этой войны в том, что Российская Федерация сегодня руководствуется неоимперскими амбициями, реваншизмом. После распада СССР пытается восстановить свое влияние в различных регионах мира, которые, как мы знаем, были времена холодной войны. Было одной из причин холодной войны. В этих условиях избежать... То есть, это независимо было от позиции Украины. Здесь Украина оказалась просто жертвой этих амбиций. И таким образом началась эта война. Причем эта война началась не в прошлом году, она началась еще в 2014 году, когда Российская Федерация поставляла боевиков, вооружение, руководила вооруженными формированиями на Донбассе. И, как мы видим, сегодня из заявлений Российской Федерации, это просто подтверждение того факта о том, что неоимпериалистическая политика, которая руководствуется Российской Федерацией. Подтверждение того факта, что речь идет, согласно заявлениям российской стороны, официальных лиц, о ликвидации и уничтожении украинской государственности как таковой. Поэтому, что бы ни делала Украина, это не... Нет Украины зависит. Было неизбежно. Конечно. Как бы вы сейчас оценили военно-политическую обстановку? Почти все эксперты говорят о предстоящих самых тяжелых и даже, возможно, о речащих битвах. Да, это действительно... Разговоры об этом идут. Причем это говорят и официальные лица, наши партнеры международные. Украина готова к любому развитию событий, поскольку, еще раз говорю, речь идет о принципиальных для любого государства элементах его существования. То есть это государственность, суверенитет, территориальная целостность. Это столбы международного права, на котором основывается вообще сосуществование государств в сегодняшнем мире. Москва утверждает о некоторых удачах на поле боя. Да. Это, скажем так, часть российской пропаганды, потому что одна из задач, озвученных Российской Федерацией, это выйти на... не на границе, а на пределы Луганской и Донецкой областей. Это было с самого начала у них такая задача. До сих пор они этого не сделали. Поэтому не сделали, потому что Украина способна благодаря своим международным партнерам, которые дают помощь, и финансовую, и военную, и гуманитарную помощь в достаточно больших количествах, для того, чтобы Украина могла сохранить себя как государство, защитить себя. Поэтому, если будет полномасштабное наступление, ну что? Вряд ли что-то новое придумают Россия, дай Бог. Конечно, Россия и сейчас, спустя год утверждает, что все идет по плану, но многие, конечно, уверены, что этот план провалился уже через несколько дней после начала войны. А каков этот план сейчас? Это надо спросить Российскую Федерацию, потому что ее действия это сложно объяснимо с точки зрения здравого разума. Достаточно посмотреть на то, какие последствия этих российских преступлений в Украине. Это разрушенные дома. Это 171 медицинское учреждение, медицинское учреждение разрушено. Более тысячи повреждено. Сумма на восстановление оценивается в 1 миллиард долларов только по медицинским учреждениям. Если говорить о детях, это 461 ребенок на сегодняшний день погибли. 926 получили ранения. 350 числятся пропавшими без вести. Можно приводить и дальше эти примеры. Опять же, потери Российской Федерации военнослужащими с начала войны. Более 145 тысяч человек на сегодняшний день. Если посчитать танки, 3300 единиц. Если посчитать самолеты, это 300 единиц. Крыватые ракеты, которые запускают Российская Федерация на территорию Украины с целью разрушения гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры. Это уже на сегодняшний день те, которые уже сбиты. 870 ракет. Сколько прилетели, но это можно еще только прибавить. Колоссальные ущербы не только для Украины, но и для Российской Федерации. Вот цена, которая стоит авантюра Российской Федерации в Украине. Киев категорически против переговоров с Кремлем. Даже закон был принят. Но с другой стороны, не патовая ли ситуация? Это ведь известно, что отказ от переговоров всегда ведет к рабопролитию. Давайте посмотрим это с той точки зрения, что любые переговоры должны... Могут проводиться, когда стороны рассчитывают на какой-то приемлемый для них результат. В случае с Российской Федерацией переговоры Украины должны быть о чем? О уступках своей территории? О уступках государственности, суверенитета? Конечно, нет. Ни одно государство, но это не пойдет. Опять же, посмотрим на то, что делает сегодня Россия. Вы уже сказали о угрозе эскалации этого конфликта со стороны Российской Федерации. Но в таких условиях проводить переговоры и говорить с кем и о чем? С эгрессором, который пытается все равно добиться своих целей? В этом плане, насколько жизнеспособен мирный план из 10 пунктов, которые выдвинул президент Зеленский? Да. Насколько он жизнеспособен, говорит о том, что на сегодняшний день достаточное количество стран поддерживают этот мирный план. Это не только страны ЕС, США, Канада, Великобритания, по сути, страны G7, Большой Семерки. Это и ряд других стран. То есть эта тема, конечно, жива. Это была инициатива президента Украины, озвученная в ноябре прошлого года. Суть ее состоит в том, чтобы достичь мира в Украине. Вот это как раз тот путь, по которому Украина может двигаться, чтобы прийти, добиться мира и прекратить эту агрессию. Ну, скажем, эти пункты плана, они отражают зеркально те преступления, которые совершает Российская Федерация. Скажем, первый шаг — это радиационно-ядерная безопасность. Как известно, во время вторжения в прошлом году Российская Федерация захватила и Чернобыльскую атомную электростанцию в Украине, и Запорожскую атомную электростанцию. На данный момент российские оккупанты находятся на территории Запорожской атомной электростанции. Продолжаются боевые действия на этой территории, то есть прилегающей территории. И нет гарантии, что не будет поврежден этот атомный ядерный объект. Но последствия я даже не буду объяснять. Это не только для Украины, это будет для соседних стран. Я извиняюсь, что перебиваю, но даже первый пункт, который вы упомянули, радиационная и ядерная безопасность, был вчера просто отвергнут Путиным. Я напомню, что Москва приостанавливает свое участие о договоре о сокращении стратегических наступительных вооружений. Да, это отдельная тема, она достаточно сложная, потому что, как правило, узкая сфера специалистов работает над этими вопросами. Хочу сказать, опять же, возвращаясь к этому же вопросу, ядерная безопасность, чтобы было понятно нашим зрителям, во время Холодной войны США и Россия, Советский Союз, скажем, в то время, они подписали ряд соглашений, которые, условно говоря, являются архитектурой ядерного ненападения, исходя из известной формулы, что это игры с нулевым результатом, не выиграет ни одна сторона. На сегодняшний день существует ряд договоров, которые составляют одно целое. Тот договор, о котором вы говорите, Российская Федерация, насколько я знаю, приостановила. Она из него, по-моему, не вышла. Не выходит так. Да. То есть это подрыв вот того стратегического баланса, который сложился между двумя ведущими ядерными державами. Если Российская Федерация пошла на такой шаг, это называется ядерный шантаж. Потому что, еще раз говорю, грант с нулевой суммой предполагает, что ни одна из сторон не выиграет. То есть блеф, а нереальная опасность? Это взаимное уничтожение, называется, если проще говоря. То есть блеф, а нереальная опасность? Я считаю, что это блеф. Это очередной блеф Российской Федерации, как и заявление российских телеведущих о том, что превратить США в ядерную пыль, это киселёв. Опять же, возвращаясь к формуле мира, это продовольственная безопасность. Как известно, Россия устроила шантаж продовольствием, блокируя вывоз зерна из Украины для стран третьего мира, так называемых. То есть стран, которые нуждаются в продовольствии. Это страны Африки и так далее. С помощью, при посредничестве ООН Турции удалось выйти на разблокирование и начало поставок этого зерна. Сейчас Российская Федерация снова начинает блокировать периодически продвижение судов с зерном. Опять же, возвращаемся к глобальной продовольственной безопасности. Самый натуральный шантаж. К сожалению, мы не успеем обсудить все 10 пунктов. Да, то есть это 10 пунктов. Одним из этих пунктов является выведение российских войск с территории Украины и долгосрочное гарантирование ненападения в будущем Российской Федерации на территорию Украины. Один из главных аргументов российской пропаганды заключается в том, что Запад использует Украину против России. Поэтому пока они вооружают Киев, война будет продолжаться. Ответ на этот вопрос очень простой. Если отойти от этой извращенной логики, то о чем идет речь? О том, что Украина самостоятельно не сможет без помощи партнеров противостоять российской агрессии, и Российская Федерация легко добьется своего. То есть уничтожит Украину как государство. Ну, как можно говорить, обвинять международное сообщество, которое помогает Украине и финансами, и вооружениями, и гуманитарной помощью. Так его можно обвинять в чем-то. В таком случае непростой вопрос. Когда и где закончится война? Война закончится победой Украины. На это настроены все. На этом строится поддержка со стороны международного сообщества Украины, коалиция партнеров. Сейчас идет работа над тем, чтобы Российская Федерация понесла ответственность. Создается специальный трибунал международный. Плюс эти вопросы будут рассматриваться международным уголовным суде ООН. Ответственность — это вопрос времени Российской Федерации. И когда — это уже вопрос господа Российской Федерации. Какие вы перспективы видите для восстановления Украины? Или пока рано говорить об этом? В восстановлении Украины уже над этим вопросом идет работа. Созданы фонды, открытые счета, на которые можно перечислять деньги. Мы, кстати, недавно получили от наших армянских друзей гуманитарную помощь. И это может любой гражданин, любая организация сделать то же самое. Украина нуждается в помощи, в любой помощи для того, чтобы победить в этой войне. Есть уже проекты по восстановлению. Есть уже, скажем, такой пул стран, которые согласны принимать участие в восстановлении Украины. И так далее. Это многогранный такой вопрос, поскольку масштабные убытки Украина несет в связи с вторжением Российской Федерации. Поэтому можно о нем говорить долго и смысл, то, что сегодня происходит, то, что я сказал. Может, у вас есть какие-то данные об участии армян в войне? Да. Армяне, украинские армяне, скажем так, принимают очень активное участие. Я знаю, что это касается не только участия в вооруженных силах Украины, но и очень активное участие в волонтерском движении. А волонтерское движение на сегодня в Украине с самого начала, по сути, вторжение приобрело настолько масштабные размеры, что, я думаю, в Армении это даже сложно представить, но надо увидеть, когда, включая детей школьного возраста, плетут сети для украинских военных, защитные сети вот эти, ну и готовят продукты, отправляют им туда. Это, я говорю, это масштабная просто такая акция. И армяне не только в Украине, а и армянская диаспора в других странах участвуют в этом все. И большое спасибо. Если я не ошибаюсь, вы несколько месяцев назад приехали в Армению. Да, я приехал в конце прошлого года, в ноябре. Очень доволен своей командировкой, потому что интересная страна, приятные и гостеприимные люди, так что надеемся. Если вы общаться с армянами, чувствуете поддержку общества или все-таки российская пропаганда, сфера влияния России сделали свое, сделают дело? Да, вы затронули два момента, с которыми приходится сталкиваться. В Армении, к сожалению, есть люди, которые живут стереотипами советского прошлого, к которым они привыкли, скажем так. Их можно бы тоже понять. Но, с другой стороны, при таком агрессивном поведении российских средств массовой информации, навязывание определенных нарративов, представлений, оценок сегодняшних событий в Украине, то, конечно, достаточно сложная ситуация. Я надеюсь, что такие средства массовой информации армянские, которые освещают объективно события в Украине, следуя кодексу журналистскому, что они внесут свой вклад в том, чтобы изменить, скажем, даже ограничить влияние средств массовой информации российской на армянское общество. Но, с другой стороны, одна из причин этих трудных отношений, наверное, то, что Украина не поддержала Армению во время войны, и сейчас Киев не осуждает закрытие Лачинского коридора, которое вызвало гуманитарную катастрофу. Более того, я напомню, что некоторые украинские чиновники посчитали это преувеличенным и ложным. Что именно? Закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис. Ну, я таких оценок не встречал, тем более со стороны официальных чиновников. Ну, подоляк говорил об этом некоторые депутаты госдага. Ну, депутаты, я не могу договориться, что угодно, как и в Армении. Я не думаю, что это официальная позиция в Украине. Украина не помогала Армении, не помогала в чем? Здесь, понимаете, здесь вопрос, который касается конфликта как такового. Конфликта, то, что называется замороженными конфликтами, которые могут вспыхнуть в любой момент. Мы за то, чтобы... Украина выступает за то, чтобы конфликт решался, как это должно быть в соответствии с международным правом путем переговоров, то есть с дипломатическим путем. Это такой постулат, и, конечно же, мы, учитывая украинская сторона, учитывая то, что международное право строится на уважении суверенитета, территориальной целостности государств, то, конечно, мы следуем этой позиции. В том числе и в отношении Нагорного Карабаха. Армянское общество ожидает осуждения азербайджанской агрессии со стороны Украины, в том смысле, что сама Украина сейчас страна, которая сама подвергается агрессии. Наверное, мой вопрос был больше об этом. Давайте посмотрим. Насколько я знаю, армянская сторона подавала иск в международный суд против азербайджана, в том числе по ситуации в Ачинском коридоре. У нас нет возможности оценивать эту ситуацию, поэтому украинская сторона будет более ориентироваться на международную позицию в этом вопросе. Это было бы логично. Планируется ли назначение посла в ближайшее время? И в целом, какую перспективу вы видите армянно-украинских отношений? Что касается посла, это прерогатива президента Украины. Я не могу ее комментировать. Это будет решение. Давайте просто подождем. Что касается украинско-армянских отношений, я все-таки верю и буду работать на то, чтобы эти отношения развивались. Поскольку у нас соединяют очень много связей в исторической ретроспективе, скажем так, это еще было со времен Средневековья. То, что украинские армяне очень активно защищают Украину, это чего-то стоит. Я рассчитываю на то, что эти отношения будут развиваться. Сейчас они не переживают непростой момент в связи с агрессивной политикой России, которая, конечно же, влияет на них. Влияет и на торговлю, и на политические отношения. Я оптимист в этом вопросе. Давайте будем все вместе, включая наших зрителей, делать все, чтобы эти отношения развивались в лучшую сторону и надолго. Спасибо еще раз. Я желаю мира Украине. Спасибо большое. Я со своей стороны желаю мира Армении, чтобы эта страна процветала и народ не знал больше тех бедствий, которые сегодня испытывает насилия, скажем так. Я напомню, что мы беседовали с Александром Севченко, временной поверенной в делах Украины в Армении. Субтитры создавал DimaTorzok